Всем привет! У нас сегодня очень холодно. Вы можете видеть по моим красным щекам. Минус точно сегодня прям. Ветер такой. Пока дошли до машины, замерзли. Страшно. Там даже немножко снег падал. Да, снег шел, да. Очень холодно. А мы отправляемся на юго-восток. Кстати, мы вот сейчас проезжаем место, где мы снимали НКМЗ Новокарагандинский машинный завод. Вот. Это прям напротив Шигыса рынка Пабуха-Жирау, сразу как спускаешься с моста в сторону юго-востока. И оказывается, у него, у этого завода было свое общежитие, которое находится на улице Ержаново. Ну, оно раньше там находилось. Сейчас это, по-моему, обычные жилые дома, пятиэтажка. И вот мы сегодня там будем. Хотелось бы это показать и самому посмотреть. По прогнозу у нас сегодня минус 3, но учитывая ветер карагандинский, конечно, немного холоднее. По ощущениям минус 10. Да. Видео снова можно назвать «Караганда в снежном плену». У нас в апреле выпал снег. Это как будто осень, вот. Честно, ощущения. Я не знаю, видно вам или нет, я пытаюсь уловить снежинки. Вот, кстати, с левой стороны остановку перенесли, а мы говорили. Да, мы говорили. И про картины мы тоже рассказывали. Вот, про вот эти вот... Уралы. Угу. Это район бывшего Каргу. Общежитие. Четыре общежития, да, здесь? Угу. Ваня раньше была. А теперь новостройки. Называется сейчас «Капу». И рядом вот такие вот новостройки. Кстати, этот ЖК, жилищный комплекс, называется «Молодежка». Да? Да. Вот написано. Это район 28-го квартала Карбышева. Вот чё-чё здесь я районы не особо знаю. Знаю, вот там дальше слева, там то ли садик. Да, был садик детский. Ну, сейчас, наверное, опять бизнес-центр. Здесь вообще, кстати, застроили с коттеджами тоже территорию. Причём такие хорошие коттеджи, хочу сказать. Там дальше их больше, конечно. Вот это садик, да? Да, ясный. Садик и ясный заспорю. Сейчас это тоже бизнес-центр на вид что-то. Соляная пещера. Соляная пещера. Ну, интересно. Короче, офисы, офисные помещения. Да. Вот сейчас точно видно снег. Да, вот сейчас точно прям много снега уже. И вот так вот метёт, видите, прям ветер туда, в ту сторону. Вот такой апрель карагандинский. Хотя время к маю. Сегодня 19 число. Не знаю, кто помнит, может быть, это бывшая горка на юго-востоке. Юго-восточные сопки, на которых зимой можно было кататься. Здесь одно время был фуникулёр. Был фуникулёр, который поднимал. Да. А сейчас нет. Да? Ну, как бы сейчас тоже можно на ней кататься. Да, сейчас тоже люди катаются зимой, я имею в виду, в зимнее время. Но уже меньше услуг. Уже нету аренды тюбингов и так далее. Нет аренды лыж. Также лыжной горки нету здесь. Сама трасса вот эта, которая поднимает, уже её разобрали. Тут были такие деревянные здания. Домики. Домики, да. Там и кафе было, я вот помню. А рядом попробовали даже вот слева чуть-чуть каток сделать. Вон там написано. Вот сюда. Каток. Да. Из этих контейнеров. Ну, мы, я тут не катался, не знаю даже, что почём. Да, горка была прикольная. Вероника часто сюда входила. В детстве. Правда? Да. Сейчас отъехали вот от этих сопок юговских. Едем по улице Муканова. Здесь тоже происходит строительство района, ЖК. Вот эти дома, по-моему, это бывшие общаги. Здесь сейчас дальше вот будем проезжать бассейн, что ли, мне отец рассказывал. В студенческие годы они его начинали строить. Но его, по-моему, так и не достроили. Вот общежития какие-либо. Раньше были, по крайней мере, точки. Ты не помнишь? Нет, я не училась в Карфу, поэтому не знаю. Это один из корпусов, да? Сейчас. Да, один из корпусов. Макетова. Это библиотека. Да, сюда мы как-то раз ходили. Неплохо. Вон студенты ходят. Вот это же Банковский колледж. Да, это Банковский колледж. И общежитие, да, слева? Да, да, да. Ну, восстановительный центр мы уже как-то показывали. Здесь без изменений. Просто сейчас сюда перевезли больницу Макожанова с Михайловки, потому что Макожанову сделали пунктом для болеющих коронавирусом. И спеццон тоже одну часть перенесли на бытовой 18. Это мы тоже уже рассказывали. А магазин Раха стала Южным. А он назывался как-то? Да, раньше, по-моему, Новая Раха называлась. И сейчас это Южный. А это автостанция. Уже тоже застраивается, что-то новое. Здесь новое, только вот ресторан открыли там. Ну, для карагандистов он, в принципе, уже старый, но, может быть, кто давно не был в Караганде, для них покажется новым. Я люблю Лагман. Ой, я люблю Лагман. Надо, кстати, узнать про это место поподробнее. Мы подъехали в район Нормы. Здесь находится один секонд-хенд. Мы хотим посмотреть, что там да как. Если что-то понравится, может быть, заснимем целый выпуск. Да, с парковкой было, как всегда, непросто. Но, тем не менее, мы нашли место. Это район Гульдер-1. Справа, кстати, школа-лицей номер 101. Да, вот он. И здесь перед, ну, сбоку столько настроили новых домов уже. Вот такие вот новые домики. Возле нормы за нормой. Ближе к школе 101. Тут их очень много, смотри. А, да. Вот дальше. Сейчас туда проедем. Но в сторону Магнума очень много новых домов, дворов. Поэтому, конечно, здесь вот так вот все застраивается. Здесь так цепочкой сделали себе автостоянку такую. Вот с этой стороны. У каждого свои ключики. Ну, с парковкой в Караганде становится все хуже и хуже ситуация. Если у магазина есть своя парковка, это хорошо. Ну, у дворов, конечно, проблемы вообще. Татимбет, опять бы, его тоже новые домы. И вот здесь еще услугу строят. Спортзал. Давно ходили слухи, что Юго-Восток будет новым городом. Новым центром. И сейчас действительно тут очень много строек. Очень много различных развлекательных центров, торговых центров. Тут мы не проедем. Тут тупик. А вот смотри, тут и там крыто такая с навесом была парковка. Видела? Мы заехали в район Степной 3, рядом со школой номер 23. И здесь тоже построен новый дом. Внешне он очень симпатичный. Такой... В необычном стиле. Да. Европейская колонизация эпоха. Русто. 18+. Нет, правда, очень симпатичное здание. Это прямо вот напротив торгового дома Алмаз. Он один из самых таких популярных, по-моему, на Юго-Востоке был. Ну и есть, наверное. Здесь недавно с крыши снег упал, прям на машину в новостях показывали. Сделали свои дела на Юго-Востоке. Чуть-чуть показали вам новые райончики тоже. Сейчас поедем бабушке и на обед заедем. Бабушка там блины готовит с творогом, говорит, приезжайте. Ее надо подержать. У нее просто собачка заболела. Под капельницами. Под капельницами, да. Лежит. Вижалага. В больнице. И поэтому мы вот сейчас к бабушке заедем, покушаем и поедем дальше. А что с ним стало? Он на улице, видимо, что-то съел. И ему плохо. Откачивают его. Да. Посмотрим, выживет, нет. А потом, кстати, после обеда поедем на Ержаново. Да. Пообедали мы у бабушки и сейчас вышли на улицу. Тут так распогодилось, такое солнце светит. Как будто другой день. Снега уже. Да. Сейчас покажу. Был снег, ветер. Сейчас, вот, пожалуйста, солнце. Кстати, в Караганде опять подорожал бензин. 172 тенге 92. Тел по улице Ермекова. Сейчас хотим поехать по улице Ержаново. Показать вам, что-то, может быть, изменилось, что осталось прежним. Здесь и топор вот появился, пешеход. Да. По правую сторону бывшая обувная фабрика превратилась в жилое здание. Сейчас покажу. Многоквартирный дом. Ну, вот это справа тоже, скорее всего, какой-то из цепков бывшей обувной фабрики. Скорее всего, да. Вот такой вот домик построили. Двухэтажные квартиры. Да, говорят, здесь двухэтажные квартиры. Подземный паркинг. Вода идет из-под крана Минералка. Ну, единственное, здесь, если честно, неудобно ходить пешеходом. Очень узкий тротуар. Сегодня мы тут гуляли. Нету дорожки вообще. Слева я вот слышала, что это называлось милицейское. Милицейский дом, да, по-моему, слева? Милицейское 19. Вот это бывшее общежитие обувной фабрики сотрудников. И еще мы показывали завод. НКМЗ. Да, НКМЗ. И тоже вот раз, два, три. Три дома это были общежития. А вот здесь вот школа. А это знаменитая гимназия номер 97. В моей семье несколько поколений закончили эту школу. Она считалась одной из самых сильных школ, гимназий по городу. Была она образована в 1967 году. Здесь, кстати, сделали недавно ремонт. Как видите, здесь плитки, по-моему, вот этой не было. Но туда ворота. В смысле забор, ворот нету, прохода пройти нельзя. Вот. Лавочки поставили, тренажеры сделали. Обустроили территорию школы, чтобы детям можно было тоже отдыхать после занятий. Наверное, на лавочках родители ждут детей со школы. Сейчас в школу нельзя заходить. По-моему, родители ждут на улице. Вот, если видно. А так, внешне, мне кажется, она не изменилась. Только пластиковые окна сменились и покрасили вход. Там наверху что-то написано. Сейчас вообще дети, по-моему, с одной стороны входят, с другой выходят. Для каждой классы, по-моему, по-разному выходы. Это территория за школой. Ну, вон, да, на броте, кстати, наверное, видно Green City Park. Новые дома. Вот эти вот. Передам. 97-я, да? Пойдем посмотрим, что там на поле есть. Насколько я помню, мы здесь как-то раз проходили. Эта территория за школой, она совмещена с территорией школы 45-й, да? 48-й. 48-й. Поэтому это совмещенная территория двух школ. Но здесь вот неплохая дорожка сделана. Камеры везде стоят. Да, камеры везде стоят. Пластиковые окна. Такое ощущение, как будто сегодня осень. Хотя сегодня 19 апреля. Но с утра был минус, а ко дню уже ноль, плюс два. Мне кажется, сейчас даже сирот. Пара идет изо рта. Щеки мерзнуты. Мы опять в шапках. Просто Караганда с такой вот погодой. Надо привыкать. Кстати, корт. Да, корт на той школе. Я почему-то думал, он здесь. Нет, вон там хороший корт. Там зимой катаются на коньках. Между ними нету забора. Между этими школами вообще как бы проход свободный. Если, допустим, там столовая лучше, можно отсюда туда бегать. Здесь небольшая площадка, да? Да, небольшая площадка с брусьями, с турниками. Шведская стенка. Вот это, по-моему, справа это спортзал. Да, скорее всего, видно, что без окон здание. Вон написано. 11-й Б, 96-й год. Плохо видно. Точно, смотрите. Атлетик, атлетик. Атлетик, атлетик там. Холодный очень. Да, сегодня очень холодно. Все замерзло. То, что трава еще не сильно позеленела, а листья остались, ощущение, что осень. Здесь вот такие красивые скворечники сделаны. На них написано 97. Где? А, вот с этой стороны. С этой стороны. А, сверху. А вообще улица была названа в честь Монарбека Биржанова. Это композитор, актер, певец. Вот это девятиэтажка, по-моему, полицейская. Да. Здесь раньше вот видно заборку. С той стороны, кстати, огорожено, по-моему. Это мы едем в сторону магазина «Огонек». Сейчас это супермаркета «Я». Здесь у нас напротив «Огонька Садре» ресторан. По-моему, про него же говорили, что здесь был этот центр ковров, по талонам. Да, 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 точно. Вот. Сейчас это ресторан. То есть... За «Огоньком» вот такое новое здание построили. Стеклянное. И все, дальше мы выезжаем на улицу Газалиева. Это где был бывший ботанический сад. Сейчас улица Газалиева, а до этого она называлась Ботаническая. И ботанического сада же сейчас полностью нет. Да, его нет. И вот сейчас полностью нет. Здесь вот жилой комплекс. Вот такой вот обзор улиц Караганды у нас получился. Всем спасибо за просмотр. Давайте еще увидимся. Пишите комментарии и пишите места, которые вы бы хотели увидеть именно. Оставляйте в комментариях. Если мы будем по Призисе, мы обязательно туда заедем, поснимаем. Либо какие-то интересные места. Либо вы здесь раньше жили, либо бывали. Поэтому давайте всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok